И даже не знаю, похоже, я все-таки нашла детский парк. Кафе детская, кажется, водки детские. Ну да, вот он, детский парк. Мы его нашли. Идем посмотрим. Потому что время отжимает. У меня сейчас будет поджимать, из-за чего сюда приехал. И смотрите. Ура, детский парк. Супер, супер, супер. Я его нашла. Ура. Ура. Посмотрите, как здесь классно. Это просто обалдеть. Для детей это рай. Просто рай. Ну что, отправляемся в детский парк. Парк чудес. Я наиболее здесь. Посмотрите. Мы будем проходить под буквой А. И так. Как всегда, клубочки, деревья, кипарисы везде. Куча гуляющих детишек. Справа детское кафе. За ним баскетбольная, футбольная площадка. Также тут машинки. И паровозы по старину. Посмотрите, как это классно. Это просто чудо для детей. Вот такое кресло установлено. Лавочки. Вот такое, я не знаю, кресло, скамейка. Когда-то это было скамейкой, конечно. Для влюбленных с ключом от сердца. Посмотрите. А ключик от сердца существует. Вот и ключик от сердца. Или к сердцу любимого человека. Ну, лавочка немножко. Не лавочка, но вдвоем друг друга можно подержать и посидеть. Продолжаем свой путь по парку. И будем снимать что-то дальше интересное. Вперед. Вот такой голубой вертолетик. Везде клумбы. Идем смотреть. Памятник какой-то. Установлен. Вот такой замечательный памятник скверистой. Святые Петр и Феврония. Муромские чудотворцы, покровители семьи и супружества. Я так думаю, когда молодожены женятся, они приезжают сюда и фоткаются под этим памятником. Так что, отправляемся гулять дальше. Дальше. Дальше аллея. И на ней уже горят гирлянды. И еще установлен памятник вот такой замечательный. Комсомольца всех поколений. Это старый памятник еще. Идем посмотрим, что еще тут есть интересного. Парк маленький. Но он и рассчитан на маленьких детей. Вот такие дубки, розы. Дубки еще будут свистеть. Вон сколько бутон. Все очень замечательно и красиво. Вот такая сцена. Дети там выступают. Или, наверное, раньше и танцевали, пели. Аэрохоккей. Можно поиграть в хоккей. А это парк. Рептилий. Посмотрите. Это какой-то древний мамонт. Дальше он уже даже не светится. Динозавр. Кто-то из травоядных. Также вот эти мелкие динозаврики. Они тоже уже не светятся. Которые группировались раньше стайки. И только стаями нападали. И забивали свою добычу. И сейчас посмотрим тираннозавр. Куда ж без него. Сейчас у тираннозавров в пасте только одни шишки. И в желудке. А раньше он был платоядным. Посмотрите. Вот он еще светится. Это самый величественный динозавр, который был в то время. И сейчас его так и продолжают за ним смотреть. И жаль, что не светится самый здоровый динозавр. И самый безобидный в то время. Он кушал только одну травку и растения. Ну да. Куда же без нее. Черепашка. Не ниндзя, но черепашка. Будем двигаться дальше. Продолжаем свой путь. И идем вот по такой аллее. Сейчас покажу. Лея очень красочная. Смотри. Вот такие фонари. Арка из фонарей. Уже зажжена в аллее. Рыбалочка. Для деток. Можно взять магнитную удочку. И половить всякое-всякое. С работающим фонтанчиком. Очень даже прикольно. Детские машинки аттракционы. Тир, смотрю, есть. И, конечно же, благородный олень. Куда без него. Идем дальше. Вот такая скала-ракета здесь. И так же сказочные герои. Поляна сказок. По Пушкину. Аленушка и серый воркук. Рыцари на коне. Русалки. Правда, не на ветвях. Но русалки все равно. Ученый кот. Который подвух ходит. Кругом. И 33 богатыря. Ну и, конечно же, там Баба Яга в ступе. Не знаю. А это действительно дуб Дулицкого. Очень старый дуб. Не зря там кот ученый ходит. А это дядька Черномор. Посмотрите. Вот такое воспроизведение сказок Пушкина. Идем, смотри, дальше. Там, смотри, есть жирафа. О, там мы пропустили. А ее не видно. Туда зайти сейчас нельзя. А там есть еще избушка на курьих ножках. Избушка-избушка-избушка. Повернись к лесу задом, ко мне передом. Вот и она. Куда ж без нее. Колесо обозрения на нем, правда, никто не скакается. Но он и здесь есть. И вот такой парк есть. Ну что, парк посмотрели, погуляли. Отправляемся дальше. Зашла вот на воду. Зоопарк тут есть. Но в него желательно приходить утром и днем. Сейчас животные уже спят. И в него мы и попадем. Ну что, печально, обидно. Ну как-нибудь еще и не попадем. Приедем же сюда. И побываем в парке. Посмотрим животных. Я так поняла, что это парк. В котором есть зоопарк. И еще тут где-то есть аквариум. Можно прийти, будет посетить сразу и парк. Ну, зоопарк сам. И пойти в аквариум сходить. Посмотреть еще аквариум. Ну, желательно с утра. Зачем немного. 3D кино или HD кино. Сейчас более лучшего качества. Я не знаю. Вот такие еще качели есть. Разные карусели. На цепях можно покататься. И в таких вот деткам покататься нужно. В горках. Аллея, я смотрю, засветилась фонариками уже разноцветными. Что надо думать, куда нам выходить и добираться в пункт назначения. Ради чего мы сегодня приехали. Я приехала. И пока было свободное время, просто погуляла по парку. Посмотрела, что здесь и как. Ну, что же есть там Самольский парк. Там тоже очень интересно. Но поменьше всякого разного для детей. Тут и зоопарк есть, и аквариум, который можно посетить. Корм, походу, надо не самим покупать. А у них купать там можно, чем покормить животных. Может, о собой можно принести. Она-то будет узнать. Но надо будет сюда приехать. Иду тут. Ими деревьев уже так темновато. Хоть на улице еще светло. Весье еще не опали. Ну что, заканчиваем наше путешествие по Симферополю. Доделываем свои дела. И отправляемся на ЖД вокзал за билетами в Феодосию. Надеюсь, что в другие разы я просто сюда буду приезжать не по делам, а просто хоть погулять, посмотреть что-нибудь интересное. Просто хорошо провести время. Феодосия очень красивый город, где я жила. Но Симферополь красивый по-своему. У каждого своя красота города. И своя история. Так что до новых встреч. Пока-пока.